Я его подвел тому, взял. Ну как взял? Понравились очень сильно. Ворованные лошади. А у меня сарай, улица идет и сарай на той стороне улицы. А время это 2 часа ночи. Курга, ночь. Для меня это не существует. Я понимаю, каждый час накладывает отпечаток. Так. Бог с ворами не знает. И человеку не велит знать. Ты видишь вора, сходишься с ним. Я уезжал, оставлял какого человека? Приехал, вор в семье поселился. Я не могу спать. У меня разрушенное жилье будет. Что делать с этими лошадями будем? Наверное, надо вынести, не замерзнуть они. Вынести и в сарай. Туда. И вот мы собираем их в коробку. Через дорогу. По 2 часа я дверь никому не открываю. Заперто. А тут дверь открыл. Вышел. Настолько серьезно. И туда унесли в сарай. Чтобы дом мой был свободен от ворованного. Лошадей увезли туда. Ну а теперь уже утром рано. Жена его. Давайте что делать дальше. Теперь те-то хватятся. Лошадей-то нету. Значит, они подумают на кого-то. А они не знают. Они знают, что мы честные люди. На нас не подумают. Но лошадей нет. Они будут видеть другого. Ребенку это на полном серьезе. Что я лошадями называю. Там солдатики. Бинтовка еще там у воинов этих есть. Так. Жене. Собирайся. Езжайте туда. Отвезите этих коней скорее. Но так как вы уже виновны. Купите подарки разные. Чтобы они простили. Помолились за вас. И вот они теперь сто километров волокутся с этими лошадями. Приезжают. Да тебе да ну да ничего. Да ребенку понравилось. Понравилось одно. Он вор. Ворюга растет в семье. Вы подумайте что. А он стоит все это слушает. Теперь ему дорогой сказали. Вот ты сейчас что купили. Там эти шоколады. Там. Это тебе ничего никогда не будет. А ты свое. Потом ты восполнишь это. Подари ему. Он все это дарит. Вот такой разговор. И больше он нигде ни разу не был замечен. Да кто сегодня будет на это смотреть. А где вы этому учились. Нигде. Я просто помолился. И Бог мне это показал. Он это уразумеет. Для него этого достаточно. Ездят дорогой. А нас с ним жена беседует. А оттуда пойдут уже радостные. Что все это утишилось. Приверились они. И это на всю жизнь ему. Он трудяга-трудяга такой. Вот этот храм тут помогал строить. И вот так. Где этому учиться. Вы найдете в книжках это. Нет этого нигде. В мировой литературе этого нет. Они философствуют сидя за столом. Я это делаю засущив рукава в поте лица грязных. Я санизатор. Я убираю самые грязные. Я в основании социальной пирамиды всю жизнь. Самые-самые тяжелые грязные. Рельсы, шпалы, носить там. Строить что-то. Я в мастобойце был. Это моя работа. Раздавленный позвоночник. Три грижи. Это все сойдет. Главное честные деньги. И правильно ими распорядиться. И максимально быть экономным. У жены моей просьбища для меня это великий экономист. Да еще и с большой буквы. Все. До копейки экономно дожил. Все. Ни один запреснил кусочек хлеба у меня никуда не. Я его съем. Это стриптоцит. Это полезно. Понимаете, я вам рассказываю маленькие эпизоды из жизни. Но они показывают, что в этом весь настрой наш. Вот это отношение к ребенку. Какое оно? Так это не одно. Не один случай. У меня женщина. Вон в зал сидит где. Раньше было больше ста человек. Это не два года, а 43 года. Уже 44. Это я должен накормить. Должен в досуг их составить. Никаких у нас развлекательных таких нет. А вот они сидят смотрят где нужно. У нас бывают такие, которые там специально люди получают зарплату. За то же затейники называются. Какие игры? У нас игр достаточно. Но все игры должны строиться на целомудрии. Нигде мальчик и девочке не должно хватать. Мы должны сказать почему. Это не просто, когда они смотрят там и фильмы, и все это такое. Дальше. Они должны быть здоровыми, дети. И более здоровыми поехать. Даже больные приезжают. А лагерь не оздоровительно-трудовой. Безопасность создать. Только считаешь, дети под капельницами лежат там до 100 человек в лагерях. У нас за 43 года ни одного несчастного случая. Ни одного. Мы в пустынном месте. Купаются. Везде тут. Это говорит о чем-то. То есть, я их не держу под сакном. Вчера пошли специальные березы, где они даже лазят. Но тут я не решился. Дети маленькие. И залезли сколько больше. А они там до самой макушки лазили. Все три дерева вот эти, которые там были. Облепят их и не смотришь. И ни один не сорвался. Молитва. А если сорвется? Сорвется, упадет спина, переломно будет калека. С ним идет работа. Как качаются они. С какой стороны заходить. Окачали друг на друга. Разные там, как называют, что там для спорта нужно. Снаряды разные. И это должно быть так, чтобы вот они сидят интересные. Должь делать не еще. У нас вот это большая видеотека. Фильмов может 500. Если смотреть, там конца нет. Сколько мы их выписывали. Так у батюшки еще на видео была лента. Это крутит. Это все можно посмотреть. А потом расспрашиваю, что здесь главное было. Могут не рассказать. Это работа идет. Работа с прицелом на будущее. Мы раньше выдавали характеристики детям. С характеристикой знакомятся родители. Если решат кому-то, они у меня занесены в книге. Это не просто характеристики, они с проглядом в будущее. Что ждет ребенка, каким он будет. Это невозможно. Я же не павил глоба по звездам. Не важно. Мы говорим приблизительно. Но оно получается именно так. А как? 5, 3, там, а я редко когда 3, 5, 6, 7 человек пишут характеристику. Воспитатели, знакомые, близкие. Я потом все это вместе, как гестокомпиляция. И даем ответ. И в книгах у меня это есть. Проходит какое-то время, он полностью начинает, даже как будто бы по заказу идет. Как это можно узнать? Не знаю, я сам не знаю это. Я просто вижу. Ну как, вот так. Есть. Если собака бегает непривязненно, она рано или поздно будет давить куриц. Рано или поздно ее убьют. Ну вот и все. Ребенок должен быть привязан к заповедям Божьим. Вот это вопрос вам как педагога. А выполните вам не выполнить никогда. Вы лишены главного инструмента, которое здесь есть, наказание. У меня в лагере 43 года никто, ни воспитатели, ни родители не имеет права наказывать ребенка. Никак. Отнято это, это делаю только я. И в моем лице я следователь, судья, прокурор и палач-экзекутор. А вот здесь нужно столько тонкости, внимания и прочее. Вот он залаял сейчас. Слышали? Почему он залаял? И смотри, как он остается. Значит, там должна быть или собака чужая, или еще что-то. Пастух может быть с собакой. Ну почти наверняка. Вот так. Вот как он прыгает, это уже собака. Я его не вижу, собакой. Но по поведению я вижу, что так он, ребята, на собаку. Я сам дрессировал, что-то. Вот он побежал. Дымок. А ты сюда его веди. Заходи, проходи здесь. Ну да, проходи. Ну иди туда. Я сейчас сюда, покажу. Открыто там. Вот он где. А что он сделает? Тут мощные собаки такие, с которыми мы ездили. Он чемпион России. И он был привязан к Тане, два здоровых, крепких немецких, восточных европейцев. И вдруг на них что-то нашло. Что нашло? Он задирался. Видимо, ногу поднял ее. Видал я вас? Я видел ролик ваш, как вы там соорудили конструкцию, кормили его. Да, кормили ножкой и прочее. Так он знаменитый шарик. Знаменитый шарик, да. Маленькая собачка с большим сердцем. И придумать эту шлейку, чтобы не сорвать и прочее. Так столько времени он стоит. Ой, ой. Чтобы он взял. Но он этого не понимает, что он маленький-то. Он охраняет территорию. И когда люди смотрят, они осуждают. Я никакой реакции не проявляю. У меня столько отзывов, которые... Ну, видно, что безобразник, я в черный список, он больше не зайдет. Ну, а другие, ну почему не отвечаете? Впереди уже ответили. Я даю большие материалы внизу. Комментарии там. Уже из книги где-то. Мне не надо отвечать. Вот он, видишь, ногу поднял. А, ему ногу откусили. Сережа несет, а нога болтается, как лутошка. Да, он даже незаметный у него. Это любовь. Там неизвестно вашу любовь к животным. Любовь к животным. У вас голубень вы занимаетесь. Голубень много. Вот нынче на голубень. Это вы не видели, как мы... Я все ролики смотрел. Понимаете, это столько возни. И спрашивают, тут у вас время отнимают. А я даже не могу сказать, отнимают. Нет, потому что я... Перед тем, как полезте, мы помолились. Дальше ребенок держит этот элемент воспитанием. Сошли, опять помолились. Они еще мне не отняли. Нисколько. Да как вам не надоест это? Я за 17 лет только в одной тюрьме добровольно работал с этим. Бесплатно. И надо? Надо. Я говорю, их в Китай не вышли, которые выйдут. Встретиться к твоей жене, она осталась живая. Все оправдано. Да и ты сам ее. А они приходят, меня находят и благодарят оттуда. Чтобы вовремя рука помощи была. Нельзя вот одно дело делать и другое. Потому что все, чего ты касаешься, всесторонне. Идем стеколки видеть, проволоки какие-то, гонки с детьми. Собираем и все это хороним где-то возле дерева. Как это по-другому? А где учить? Да чего учить, когда и так понятно. Иначе нога будет порезана. Я не понимаю, почему вы это не делаете, говорю. Тут не надо этого учить. Не сама ли природа учит вас, правило, говорит? Природа учит, природа. Мужчина растит волосы. Зачем? Ребенок приехал, а у него там сзади волосы. Ну вот такая мода пошла-то. Здесь сразу срезать. А я не хочу. Срезать надо, срезать. У нас в лагере эта мерзость не будет где-то. Ну срезали, видимо, ожалело. Иначе его нету. Я тоже не знаю в лагере, где бы ты... Стоит-то как он, ты посмотри как он. Ой, ой. Ох, охота отдать этому дымку. Но не отпускает его, разорвал бы. Вот как. Ох. Шарик хороший. Замечательный. Приблудная собачонка. Я занимался с такими в уголовном розыске, с настоящими. А после этого с этой козявкой. А у меня разницы никакой нет. Мне так же дорог он. И вот он. И котенок, и вот это вырос он сейчас. И все сбилось на нем в пуче. У вас две кучки, по-моему, белые. У нас, да. Белые, белые. Сбилось. И потняком все выросло. И кое-как батюшка его острых. И поэтому ребра все эти наведут. Ничего. Он наш друг. Прорвали ему тетобок. Барнаулу везу. Операцию сделаем ему. Обвинений много в этот раз. А это элемент для детей. Быть верным. Друга не предают. Этот котик, он очень красивый, породистый. Но шерсть такая длинная, она спуталась. А он наверху охранял пшеницу от мышей. Там у меня голубятня в Барнауле. Ну, это наша вина, что мы не расчесывали его. И как я могу предать смерти друга своего? Не так. Понимаешь, как кто смотрит, скажет, что вроде вы. Согласен. Мне вот вас это и нравится. Потому что вы не поддельный человек, не улавливаетесь. Нет, я просто не стандартно. Вы как вот живете по Евангелию. То есть, если взять там священников, они живут, ну, не так, как они торповедуют. А вот еще никак не проповедуют. И не проповедуют никак, да, совершенно верно. Видите, думать об этом, а я буду кроткий, написано, блаженный кроткий духом. Я об этом не думаю. Это уже сделалось сутью, плотью, духом. А вот надо так-то там щеться. А я об этом не думаю. Я долго, кстати, к вам присматривался. Понимаете, это настолько естественно, ну, как по-другому не может быть. Даже я не думаю в это время о том, что слово чтеть или что-то, оно в каждом движении, в обращении, в заботе, все это будет проявляться. Это, когда вначале человек еще как-то, а бывает так, оно от природы это дало, при избрании. И человек благодарит Бога за то, что он дал. Дал это уразуметь, дал преобразить. Я все время говорю, Господи, воздай милости всем, кто трудился над возрастанием моей души. Возрастанием. Через тех, кого я получил Слово Божие. Не у православных, а у сектантов. Я не встретился с Евангелием, с Библией, я был бы другой. Это ум. Просто страшно подумать. Есть такое песнопление. Она поет. Подумать страшно мне теперь. Когда бы никто открыл эту дверь, не той улицы прошел, меня не встретил, не нашел. Она к мужу. А я говорю к себе. Подумать страшно мне теперь, когда бы не ту открыл бы дверь, не той улицы прошел. Христа не встретил, не нашел. Я пою и плачу. Почему именно я сошел с корабля, шел в кино, в этом городе, незнакомом, Латвия, портовый город, Венспас. Почему именно так? Бог поймал на том, что я люблю. Я люблю бабушек. Бабушка идет с сумками. Я ее ухватил. Спросил, показала. А дальше я занимался много изучением языков. И на это меня Господь подхватил. Вторая глава, они 50-ники. У Бога все вымерено было для меня. Как раз для меня. А после этого я еще ни разу не встретил, кто бы обратился именно на этих стихах Библии. Я всегда спрашиваю, какой стих тебя тронул? Ну как какой? Я поверил. Понимаете? Вот у меня другая встреча. Встреча со Христом была. Через Писание со Христом. Я с молитвы встал. Мне не надо было ждать, чтобы... Ну я не женатый был. Какие во мне изменения? Эти изменения увидят другие. Но я встал, я увидел эти изменения. Я другой. И тот, который встал на колени, который встал, это два разных человека. Вот у меня было мгновенно как у Алла, который стал апостолом Павловым. А как это? Не знаю. Вообще не знаю. Это как он говорит, семя сеет, хозяин спит и не знает, как оно растет, Господь говорит. Так и это. А дальше не торговайся с плотью и кровью, советуйся. У меня этого не было. Что не было, это не было. А что скажет мать там или кто-то, или надо как-то себя пожалеть, и бы там не был в тюрьме. И не был в тюрьме, я был бы другим. У меня не было бы опыта. Не было бы тех обращенных душ. У Бога это вымерено. Мне как раз это, то, что доктор прописал. Сошлось по рецепту. И поэтому у меня нет опыта. Я все время благодарен Богу. Поэтому мой опыт, он в подражании, подражайте мне, как я Христу. Но главное, я в книгах. Там все это описано. Вот эти выставляю ролики. Даже вот это наша беседа. И вы после, когда ее увидите, вы скажете, вот видите, как получилось. Вы бороду когда касались? Не касался. Вот я как раз... Нет. Вот здесь, как мы подрезали? Вот здесь? Да. Нет, наверное. Не подрезали. Вроде нет. Нам вроде подрезали. А ну-ка, посмотри, вот у него и у вас. Разница есть, Михаил? Посмотри, у него как укусы. Да, да, да. У вас оторол, значит, где-то вы касались. Может быть... Этого делать не надо. Не надо. Кстати, про бороду я вот с вас... Это все о вашем ролике. По вашим роликам встал отращивать. Не прикасаться. Опускать эту бороду. Не прикасаться. Бритва должна быть уничтожена. Ни одной волосинки не трогать. Ни усы, нигде ничего не надо. Вот она стоит перед вами. Молодой человек. Вот он, пожалуйста. Ну и посмотри, там, которая есть. Не надо. Я вот не касаюсь, ну сколько, ну 50, допустим, с лишним лет. 50 с лишним лет. Дальше они не растут. Они мешают, там, то прищищаться нельзя. Я сказал, не надо. А ты говоришь, надо. Ты делай как есть. Но мы через это не сближаемся. А уже между нами прокладка. Бритва твоя стала. Мы уже через нее начинаем разговаривать. Она не нужна. Все. Я убеждать не пытаюсь. Иногда говорят, ну вы это знаете, как доказать. А почему вы нигде не отвечаете? Я знаю, что такое спор. Я не спорю. Я возвещаю истину. Спорит тот, кто ничего не знает. У меня выражение есть. Один грамотовое. Это я возьму себе на вооружение. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, тот возвещает. Со Христом спорили, а он не спорил. Со Христовыми учениками написано, спорили. Но не написано, что они спорили. Зачем спорить? Мне не дано задание тебя переубедить. Мне дано задание возвестить. Я возвестил, ты не принял. Все. А дальше что? Ничего, трясите прах, говорит. И все на этом. Я тряхнул. До свидания. В судный день вот эти пылинки Бог соберет и покажет. Ты скажешь, а он не был. Нет. Пылинки сойдутся. Следователи покажут. Там ангелы будут. Просто? Да. У вас как-то все просто. Ну где просто, а там ангелы, говорит, доса. Вот она пришла. Ой, да хорошенькая моя, да красавица, да хвостенькая моя. Чего так было боглазое. Ну вот так. Да, все это меня удивило в вас. Вот поэтому я и оказался у вас здесь. Даже самому не верится, что я здесь. Сначала все смотрел через рамках монитора, а сейчас вижу вас вот прямо перед собой. Радость. Слава Христу. Это Володя-то мы знаем. У него были. Там много ездили. Вы знаете наши путешествия. Я посмотрю ваши путешествия. Это невозможно. А кто-нибудь так ездил где-то, не было. А может ли повторить кто-то ваше путешествие? Никто и никогда. Да почему так все это у вас тут категорично? В первую очередь ни у кого нет того товара, с которым ехать. У меня 38 томов книг. Вы сначала напишите, имейте тот опыт, и чтобы книги имели такое животворное действие возрождающее. В пророческом духе написано. И потом вы решитесь так, весь труд отдать. Я 90% книг дарю, по библиотекам еду. Ну и все остальное, команда и прочее. Ты теоретизируешь, а ты даже одной книги не можешь никому подарить. Почему? У тебя их нету. Ты сначала напиши. Ну и весь сказ. Ну и понимаешь, это разговор только. Я на себя ничего лишнего не беру. Теперь, если бы я раньше сказал, да неизвестно, ну что ты в Владивосток поедешь. А что я поеду? Приобрели газель, и мы уже там были. Портнаходка. Вся страна легла, говорит, под ноги. А дальше вся Европа, Португалия, Скандинавия, Прибалтика, Турцию прошли. А мы могли бы там в Тунисе где-то. Все, мое время кончилось. Все, кто может, сделай больше. Я больше ничего не могу сделать. Но я финансирую книгами того, кто нынешний поедет. Даже мы не закончили, сломалась машина, у нас север остался не тронуть, а начиная с Мурманска. И что поедут? Ну, решить одна неделя. В течение одной недели. Вот так. Поэтому я говорю ответственно, что это не сделать никому. Он может только хулить. Да, кому это нужны ваши книги, их никто не считает. Да ну вы ездите, вам больше делать. Я знаю, даже стандартные. Но это отвечать мне нечего. Будет судный день, когда Господь ответит скрытое во мраке. И судить будет по нашим делам. Где это известно? А второе коринфянам 5-10. Я могу еще передать. Вот батюшке у нас есть Андрей и Борисов. Когда я ему писал, что он вопрос задавал, а можно ли создать вот такую общину? Можно ли что? Общину создать. Вот как потерять. Вот такую не создать. Да, вот я ему и сказал. Так он в уныние такой упал. И говорит, ну поедешь, передай большой поклон Игнатию Тихоновичу и пускай помолится. Не создать. У нас было сколько священников тут, и епископы были. У нас правила поведения в церкви. Они все переписывают, фотографируют. Так это ни день, ни два. Полвека и никто не мог создать. Не создать. Ты должен получить что-то от Бога в эту невыразимо тягостную и сладостную харизму подражанию всему, что говорит Дух Святой. Но он начал только от священника. Да что ты выдумаешь, там его свои священники сразу сожрут? А меня они не могут трогать. Бог дал нам так относиться к русской православной за рубежей церкви и признавать московскую патриархию. И приезжают тут епископы, служат. То есть, а где нет, есть нет, мы единственные. Другого нет. Это супер уникальное явление. Церковь. Но нас бы могли не задушить. Но нас интересуется, все время спрашивает патриарх. Какое отношение? Наш епископ возьми, скажем, местный епископ московской патриархии, по-другому вел бы себя. Было бы другой разговор. Так он, этот епископ московской патриархии, да я на вертолете к вам зимой, батюшка, и засадиться негде. Один сугробом. Это разговор один, а того убрали. Вот батюшки-то они сказали, завидуют вам, что у вас вот так. Да, они говорят, да. Видите, вы далеко, там где-то. Свободны во всем. Бог так сделал, зная нас. Бог мне верил, такие деньги, представьте, издать 38 томов, это понятно, речь идет о миллионах. А у меня минимальные пенсии, меньше меня ни один бомж не получает. А у меня 35 лет государственного стажа. А почему? Работал сторожем, мне не давали нигде работать. А первые, где надо было, а то все там в Латвии где-то, еще не достанешь, другая, я махнул рукой. Я ни разу не лег голодный. Я знаю тех, которые у нас получают в три раза, в четыре больше меня. И у них нет того, что у меня есть. Совершенно. Вот сегодня мы встречаем одного человека. Он уже в пути, вот подъезжает где-то. Я его не знал. Андрусенко Александр, Воронежская область. В 13-м году нам нужно было ехать, как мы собирались. Это первая была зарубежная поездка-то. Он сразу, не зная, не встречаясь, 200 тысяч кинул мне. 200 тысяч, это уже деньги были. Нынче тоже. Вот только готовимся, еще 200 тысяч кинул. Понятно? Так а другие знают. А, вас Америка спонсирует, не спонсирует, ни одного доллара нет. Нету, у меня вообще ничего нет. Ты видел, как я еще получил, я передал только. Бывает, кто-то жертвует что-то. Я просто деньги сразу перепрофилирую на другое. У меня нету ничего. И в то же время все есть. Почему? А так, Павел говорит, мы нищен, но всех обогащаем. Я доверился Богу, и Бог ни разу меня не посравил. Ни разу и нигде. И я верю, что так будет и дальше. А почему? У меня кончилось. 77-й год, сейчас прошу. Каждый закат солнца здесь говорит мне, все кончилось, жди Господа. Вот так. У меня есть такие сокровища, которые еще не распакованы. Это мои стихи. Каждое стихотворение 9 куплетов. Их 3467. Почти все написано за 9 лет. Теперь я не пишу ни одной строчки. А кто пишет стихи, они не останавливаются. До смертного часа пишут. Я вовремя отрубаю, и все. Минимум 4 проповеди варил в храме. Минимум. А когда праздники, Баалада 8 проповедей. И каждые 25-30 минут. Внезапно отрезал больше ни одной проповеди. Не считая там, где я бываю, в Кбилиссе, Москве, Лиссабоне, где чужие люди там просто просят. Тут я уже. А здесь нет. А почему? Ну, отошел и все, молодым дал дорогу. Я не сцепляюсь ни за что. Но никогда не говорю. А, я не держусь. Вот, допустим, я начальник детского лагеря. Вот на моем месте, как меня там долгать, все. Другой бы был, я знаю. Да я не держусь за свою дожесть. Вот он героически такой. Не держися за должность. Немедленно снять его. Он ничего не создаст. Я держусь. И меня нельзя свергнуть. Почему? А я не ухожу. Я принимаю вызов. Я только тогда уйду, когда я буду иметь убеждение, что ты лучше моего будешь обращаться с детьми. Лучше моего будешь строить. Лучше моего будешь экономить. Только тогда сдам полномочия добровольно. Но таких пока нет. Я говорю. Так это как? Да все мои счастья истины. У меня совершенно истины. У меня счастья нет. Как вы так уверенно говорите? Я знаю, что люди говорят. Мне Бог это полагает на сердце. Я вижу, никого нигде нет. Я знаю другие лагеря. Я у них еще взять не могу. Они не могут взять, что имеют. Они просто завидуют. Даже и священники. Поэтому моя молитва, она только удлиняется за всех. Все новые и новые люди появляются. И мы молимся, допустим, Володя Пищников. Он каждый день моей молитвы с Андреем. А и всех, кто рядом с ними. Не зная вас, мы уже о вас все время молились. Я молюсь за Горбачева. Постоянно. За Стерлигова. Кто бы он ни был, то меня это не касается. Он живой. Я выпрашиваю его у Бога. Я выпрашиваю. А он не обратится. От меня это не зависит. Я молился всегда о крушении вот этого тоталитарного советского режима. И он урухнул. Я молился о возвращении Солженицына из ссылки. Он вернулся. Да он и так вернулся бы. Но для тебя так. А я молился. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Один молится, а другой нет. Ну ты просто так взял. А я от Бога получил. Поэтому мое сердце ликующее. Твой хлеб просто хлеб ты протянул. А для меня Бог дал. И мое сердце играет органной музыкой. Бог дал мне хлеба. Я просил. Понимаете? В это надо верить. Я верю. Хлеб у меня на столе. Потому что мой Отец с небесным дал мне. Он слышит меня. Он отвечает. Вот эти люди едут. Новые. Никогда не встречались. С одним там встречались. Один из них должен сейчас прилетел остаться. И поэтому глава нашей миссии на север. Дальнобойщик. Не из Краснодара? Не из Краснодара. Ну оттуда. Марьясов. Марьясов. Видел тоже. Вот они даже еще и детские. Может сейчас уже будут здесь. Их вехать. А вот в Володе-то они по-моему сейчас поехали встречаться. Да, поехали. Видите как. Начинают делиться опытом. Им вначале говорит о детях. А это все относится к одному. Все. Вот они дети. Они у них. Я сейчас вверх над времени. Я захожу и вижу как сидят. Что им дано. Для маленьких. Специально палатка. Раскинута они ложатся. Другой палаткой укрываются. Ну ему хочется спать. Пусть спит. Но если он даже сидит смотреть. Тут уже полная программа. Можем гулять. За неуважение двери нашей. Какая будет вода Запорожского низового войска. За главу. Так. Ты что нашел что-то? Надо зайти в комнату к вам. Так. Все.